Новому митрополиту Владимирскому и Суздальскому 70 лет. О себе рассказал, что сын фронтовиков, родился в Воронеже. Рос в многодетной семье, у него три сестры, вера, надежда и любовь. Учился в московской семинарии, академии, имеет степень кандидата богословия. Работал в издательстве московской патриархии, некоторое время возглавлял Данилов монастырь. Повидал многое. В Новосибирске провел более 20 лет. Начинал в неспокойные 90-е годы. Тогда в Сибирской области совсем не было монастырей, а теперь целых семь. В Новосибирске кафедра была очень трудная, сложная. Там был один храм, фактически на город и на область, на 3 миллиона человек. Были 4 священнослужителя Русской Православной Церкви, 150 священников других религий. В числе первоочередных задач во Владимирсуздальской митрополии сохранить историческое наследие, налаживать контакты со священниками и общественными организациями. Первое богослужение в Новом Сане Владыка Тихон совершил в рождественский сочельник в Успенском соборе Владимира. К слову, он уже успел пообщаться с уполномоченными по правам человека и ребенка. Начал встречаться с представителями других конфессий региона. Владыка подчеркнул, в решении всех вопросов и служений важен диалог. Со своим предшественником, митрополитом Евлоги, Владыка не раз встречался и до приезда во Владимир. Поддерживают общение и сейчас. С ним я тоже уже встречался в один из первых дней моего пребывания здесь. И он тоже, конечно, пообещал, что будет советовать и говорить о том, какой же он опыт имеет, чтобы и мне, как говорится, не повторять каких-то ошибок и идти вперед и делать то дело, которое он здесь делал 28 лет. Не обошел Владыкой больной вопрос отношений церкви и музеев. По всей стране по требованию реституции церкви возвращают прежнюю собственность. В том числе и во Владимирской области не раз поднимался вопрос о возвращении служителям культа знаменитых памятников, ставших музеями и учреждениями. Среди них Золотые ворота, Владимирский планетарий, бывшая Николокремлевская церковь, музей Хрусталя в городе Гусь-Хрустальный, бывший Георгиевский собор. Мы будем находить какие-то компромиссы. И самое главное, чтобы в этих вопросах не спешить, чтобы не возникали еще большие проблемы. Думаю, поднимать эти вопросы перед чиновниками, чтобы они подключались к этому, чтобы не только епархии и музеи здесь были задействованы. Тихон не исключил, что список объектов, которые хотела бы вернуть себе церковь, может быть расширен. Однако это вопрос времени и немалых финансовых затрат. Рассматриваются и варианты совместного использования помещений церковью и музеем, как, например, сейчас происходит в Успенском соборе. Однако не все решения зависят от церкви. Прокомментировал Владыка и нашумевшую историю с отменой в Новосибирском театре авторской постановки оперы Вагнера «Тангейзер». Митрополит пояснил, что, не желая того, оказался замешан в культурно-религиозном скандале. Изначально он лишь в письменной форме передал жалобу на постановку от одной из прихожанок к губернатору, законодательному собранию и в прокуратуру, чтобы там проверили, не оскорбляет ли опера чувств верующих. В итоге Минкульт снял с должности директора Новосибирского театра оперы и балета, хотя произведение и признали неоскорбительным. Церковь и не имеет никаких репрессивных институтов, и она и не может. И цензурой мы не занимаемся. Но право высказать свое нравственное отношение к любому событию церковь имеет. Как пообещал новый митрополит Владимирский из Уздальски, он постарается развивать миссионерскую деятельность на территории региона. Строить и восстанавливать церкви и храмы там, где это необходимо верующим. Решать этот вопрос церкви нужно в том числе с помощью поиска благотворителей и участия в государственных грантах.